всем привет а вот и подошла очередь повстанцев хаоса быть разобранными ведь старое видео по ним на этом канале было просто чтением рассказов про них но конечно же нам нужен настоящий лор в отличие от других связанных организаций которые представляют какую-то сторону мира аномального повстанцы хаоса это скорее о том кто живет за пределами всех этих тайных организаций и что происходит в мрачном не аномальном мире хотя начинается история повстанцев стенах фонда когда-то совет о 5 создал мог альфа-1 багряная десница для выполнения самых секретных и сложных заданий в него вошли наиболее преданные оперативники фонда и подчинялся этот мог напрямую совет о 5 однако именно в нем произошел раскол в результате которого часть оперативников ушли из фонда и основали группу под названием повстанцы хаоса из многих рассказов следует что раскол не был настоящим и повстанцы были организованы самим советом о 5 изначально для того чтобы делать вещи которые фонд не может себе позволить но со временем все изменилось и повстанцы стали существовать как отдельная самостоятельная организация преследующая свои цели прикрытие придуманы опять для своей супер секретной организации стала правдой в тот момент когда всякий смысл подчиняться опять для повстанцев пропал хотя возможно так и было задумано изначально ведь и до этого события фонде уже назревал раскол среди сотрудников фонда был популярен документ написанный анонимным автором под названием новый манифест который говорил о том что фонда нужен совершенно новый подход к неведомому люди вернувшиеся с первой мировой войны насмотревшиеся там всяких ужасов работавшие в фонде в начале 20 века считали что при помощи вещей способных изменить реальность можно избавить мир от всех бед другие напротив думали о том что из аномалии нужно делать новое сверх мощное оружие и те и другие требовали чтобы фонд перестал просто так хранить свои неведомые сокровища в то же время большая часть сотрудников фонда была за то чтобы и дальше ни во что не вмешиваться и просто прятать аномальное от глаз общественности поэтому аналаси пир разделился на две враждующие группы среди сторонников изменений нашлось несколько радикально настроенных людей двое членов совета о 5 один директор зоны в какой-то момент они объявили себя отдельной организации под названием триада которая чуть позже стала повстанцами хаоса вернее первыми повстанцами хаоса в результате этого внутри фонда случилась целая война которая в мельчайших подробностях расписана в статье инструктаж графитовый гром по документам фонда все кто выступал в этой войне на стороне триада были убиты а всевозможные упоминания самих событий стерты отовсюду однако после окончания всего этого повстанцы хаоса появлялись то тут то там считается что после этой внутри фондовской войны были созданы новые повстанцы хаоса уже вторые по счету как раз на основе мог альфа-1 который контролировал сам совету 5 для того чтобы управлять мятежными настроениями кроме этого руками повстанцев хаоса фонд поначалу делал самую грязную работу которая могла бы подорвать репутацию фонда например в глазах комитета поэтики или наверное саркицистов напугать в общем делали они что-то прямо очень нехорошее что даже боялся делать фонда которым толком никто не знал однако созданная по образу и подобию фонда организация состоящая из мятежников вскоре стала действовать самостоятельно во главе с неким дельта командованием про которые лора нет от слова нифига но которая стала решать судьбу организации самостоятельно без оглядки на хитрой многоходов очки о 5 дельта комитет возглавил видимо уже третьих повстанцев хаоса как связанная организация повстанцы хаоса появились во вселенной SCP чуть ли не самого начала и встречаются в самых старых объектах объекты SCP-244 SCP-355-842 и многие другие были по сюжету захвачены на базах повстанцев вообще пока я делал сценарий к этому видео мне попалось три десятка объектов в описании которых написано что они были захвачены фондом на складе или базе повстанцев так что такое видимо происходит довольно часто даже SCP-5342 а это между прочим резиновые уточки класса кетер фонд получил путем рейда на склады повстанцев а что говорить о других менее значимых вещах большинство из них были украдены из фонда во время того самого раскола но повстанцы продолжают регулярно нападать на учреждение фонда выкрадывая все новые объекты пачками хотя например SCP-355 изначально не был известен SCP а значит повстанцы не только тащат аномалии из фонда но и собирают и содержат объекты точно так же как это делает и сам SCP и конечно поначалу основным источником объектов для повстанцев были набеги на сам фонд и даже не всегда набеги повстанцы также продолжают вести агитацию среди сотрудников фонда переманивая их себе целыми базами вместе со всеми объектами которые они там содержат причем делают они все это настолько успешно что даже несколько членов совета опять перешли к ним уже после того как повстанцы стали самостоятельными повстанцы хаоса развернули свою активную деятельность странах третьего мира где нищие люди готовы участвовать в любых экспериментах чтобы прокормить себя потому в отличие от фонда им не нужна сложная схема для привлечения сотрудников класса d многие люди в бедных странах мечтают о вступлении в эту организацию потому вокруг повстанцев помимо связанных с ними напрямую организацией появилось и множество сект разных культов и групп почитателей авторитарные режимы предоставляют повстанцам целые армии на убой для их темных дел и города для экспериментов в обмен на какие-то аномальные услуги диктатором и безумным олигархом в общем в том чтобы работать в неразвитых странах есть свои плюсы из всех этих людей формируется альфа-класс сотрудников которые часто даже не знают что и зачем делают а потери среди альфа-класса чуть ли не больше чем среди d-класса фонда благодаря такому своему влиянию повстанцы легко обнаруживает множество аномальных людей но вместо того чтобы содержать их как фонд повстанцы берут их к себе на работу пользуясь поддержкой беднейшей части человечества они быстро нарастили свою силу и в текстах поздних объектов например 4000 они показаны как серьезный противник фонда который захватывает из себя объекта один с другим если в ранних объектах пишут о каких-то единичных нападениях оперативников и аномальных сущностей повстанцев на фонд то в поздних повстанцы организовывают уже масштабные военные операции и громит целые фондовские зоны кроме того со временем повстанцы стали все реже нападать именно силами оперативников и все чаще запускать всякую аномальную дичь к своим противникам причем повстанцы даже не всегда способны более-менее управлять всей этой дичью например существо известное как с пи 2490 которые повстанцы наслали на фонд до этого охотилась на самих повстанцев в общем эти ребята охотно применяют разных агрессивных гуманоидов предметы с экстромерными свойствами и разумные компьютерные вирусы да и много всего еще может показаться что повстанцы и scp это похоже организации которые занимаются в основном тем что отнимают друг у друга вещи но вот на то что дальше делать с артефактами и главное как взгляда у них совершенно разные главное отличие в том что повстанцы не считают что аномалии нужно прятать и хранить повстанцы активных используют для какой-то выгоды как оружие или для разведки например да и многие из тех кто работают а повстанцев могут сами вполне считаться сепи объектами все свойства объектов эта организация пытается поставить себе на службу для чего нередко строится огромные комплексы в своих действиях хаосита намного более радикально чем на сепи если фонд обнаруживает какой-нибудь безумный культ владеющий чем-то необычным он стремится арестовать и допросить культистов а вот повстанцев интересуют только сами артефакты и они захватывают их максимально жестким образом при любой возможности также если какой-нибудь из себя объект можно применить как оружие повстанцы обязательно это сделают нанеся удар по фонду или по какой-нибудь другой не нравящиеся им организации это отражено даже в их документации если фондовские документы в основном представляют собой особые условия содержания и описания то повстанческие это пошаговый план который обязательно начинается с захвата объекта заканчивается тем как его планируются использовать а главное против кого практически все оперативники повстанцев имеют различные модификации тел разными аномальными предметами отчего в бою они нередко оказываются сильнее чем мог фонда и даже в случае если мог удается отбить атаку проблемы не заканчиваются потому что повстанцы нередко оставляют различные враждебные сущности после себя в общем противник для фонда опасный и сложный но несмотря на все это в своем понимании аномалии повстанцы заходит незначительно дальше чем фонд ведь все что они делают это пытаются использовать их как оружие или для какой-то конкретной пользы потому например библиотекой странников они называются безумцами и считаются похожей на фонд сущностью в общем есть фонд и есть повстанцы и они воюют за артефакты всем пока и